У каждой команды КВН есть фирменная отбивка, по которой мы можем легко ее узнать. Если музыка отлично попала под стиль команды, и КВНщики часто и хорошо выступают, тогда песня у всех на слуху и становится еще популярнее. Друзья, всем привет! В этом видео я расскажу о песнях, которые благодаря КВН получили новую жизнь и словили очередную волну популярности. Сразу хочу предупредить, что отрезки треков будут немного изменены, авторские права никто не отменял. Ссылки на оригинальные композиции будут в описании этого ролика. Также там вы найдете мои социальные сети и ссылку на нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь! Итак, поехали! Первая команда Азиамикс. Каждое свое выступление чемпионы высшей лиги завершали красивой и мелодичной песней. Исполняет эту композицию украинская певица Гайтана, а называется песня «Самый лучший». В 2010 году Гайтана выпускает шестой студийный альбом «Только сегодня». Тринадцатым треком на пластинке стал «Самый лучший». На следующий год певица снимает клип на эту композицию. Видеоряд рассказывает нам историю любви родом из детства. Песня получила хорошие отзывы критиков, была популярна и прославила исполнительницу за пределами Украины. В 2012 году Гайтана представляла страну на конкурсе Евровиденье, где заняла 15 место. Что касается команды Азиамикс, то на финале года КВНщики раскрыли секрет и рассказали, кому посвятили песню «Самый лучший». В каждом нашем выступлении была песня, которая была посвящена именно вам. Следующая песня такая же нестандартная, как и команда, которая под нее выступала, а именно детективное агентство «Лунный свет». Начнем наш осенний марафон. Называется композиция «Балла Дали». Исполняет немецкая группа Boombox вместе с певицей Линда Оу. Год выхода трека 2004. На слух трудно себе представить, кто может петь эту песню и о чем она. Но как только мы видим клип, все сразу понятно. Лирика максимально простая и не обремененная смыслом. В песне поется о красивой, гламурной жизни. Через 10 лет после выхода трека команда КВНДАЛС впервые выступила в высшей лиге. Команду сразу полюбили фанаты игры и тут же стали искать название песни на отбивке. Благодаря белгородцам песня стала популярна на просторах СНГ, а клип на нее получил не одну тысячу лишних просмотров. В некоторых случаях название команды упоминается в песне, и тогда это один из лучших вариантов отбивки. Вот пара таких примеров. Бронзовый призер финала высшей лиги, участник этого сезона, команда КВН «Русская дорога», в качестве заглавной песни выбрала композицию Игоря Растеряева. Спасибо, с вами была команда КВНД «Русская дорога» сборная АГПУ. Русская дорога, русская дорога, русская дорога. Растеряев Игорь Вячеславович, автор и исполнитель песен, актер театра и кино. В 2011 году он выпускает первый сольный альбом «Русская дорога», который включает 7 песен и 5 рассказов. Первым треком на пластинке стала одноименная композиция «Русская дорога», написанная несколькими годами ранее. За год до выхода альбома Игорь вместе с другом сняли клип на эту песню, главная тема которой – «Великая Отечественная война». Очень символично, что местом съемки стал 42-й километр дороги жизни. Запомните загадочный тактический прием. Когда мы отступаем, это мы вперед идем. В музыкальной коллекции Растеряева есть немало популярных песен. «Русская дорога» – одна из них. Однако, благодаря армавирской команде КВН о творчестве Игоря узнали еще больше людей. Следующая команда, о которой пойдет речь – команда КВН Раисы и их отбивка «Танцуй, пока молодая». Все свои конкурсы девушки начинали и заканчивали данные песни. Кроме этого, они придумали специальный танец. Юр, глянь, нашу кобылу опять по телевизору показывают! Исполняет песню группа «Подиум», в составе которой три профессиональные модели. Клип на эту композицию сняли в 2012 году. Тогда же команда КВН Раисы впервые выступила на сцене высшей лиги. С каждым годом песня «Танцуй, пока молодая» становилась все более популярной. Примитивный текст и простая мелодия помогли треку завоевать народную любовь. Мы записались в танцевальную поддержку И танцевали, танцевали, танцевали Пока команда Раисы покоряла высшую лигу, клип на песню набирал миллионные просмотры. Не последнюю роль в этом сыграли иркутские КВНщицы. На сегодняшний день видео посмотрели более 25 миллионов раз. Когда Раисы уходили из КВН и в последний раз выступали на сцене вышки, они сами исполнили песню, ставшую гимном команды. Отбивки следующей команды заслуживают отдельного внимания, потому что они идеально подходили под стиль выступлений. Когда команда КВН Кефир выходила на сцену, фоном звучала песня у Курского вокзала из кинофильма «Кортик» 1973 года. Автор слов песни «Беспризорника» Булат Акуджава, композитор Станислав Полжаков. С самых первых нот музыка из песни настраивала зрителя на нужное настроение. Стиль выступлений Кефира размеренный, монотонный и немного печальный. А вот в конце конкурсов, наоборот, музыка была бодрой и динамичной. На уход КВНщики выбрали песню группы «Топлес» «Периферия» 2006 года выпуска. Песня «Периферия» стала главным хитом белорусского коллектива. Интересный факт. Все участницы группы родом из небольших городов. Благодаря КВНщикам из Нягани обе композиции стали популярны. А в комментариях на ютубе можно увидеть сотни сообщений фанатов команды. Если идея этого ролика вам показалась интересной, напишите в комментариях примеры популярных отбивок, и я сниму вторую часть. Поддержите это видео лайком, а также подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо и до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!